Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, дорогие наши ветераны! Здравствуйте, уважаемые мытищенцы! Сегодня мы с вами собрались, чтобы отметить одну из самых значимых дат Великой Отечественной войны. 75-летие контрнаступления советских войск под Москвой. Здесь, в зимних лесах Подмосковья, 75 лет назад решалась судьба нашего Отечества и народа. На нас шла самая боеспособная в мире армия. По планам гитлеровского командования, Москва и весь русский народ подлежали полному уничтожению. До столицы оставалось не более 200 километров. Солдатам и офицерам немецкой армии выдали парадные мундиры и много шнарцев. Они готовились к параду на Красной площади. На защиту рубежей столицы стало все население от мала до велика. В дивизии народного ополчения по городу Москве было мобилизовано 200 тысяч человек. По Московской области 70 тысяч человек. 13-я Ростокинская дивизия народного ополчения, в которую входили три батальона мытищенцев, вступила в бой 1 октября и, проявив высшую степень мужества, к 13 октября была почти полностью уничтожена. В оборонительном этапе Московской битвы советские войска понесли огромные потери. Более 700 тысяч человек. Этому страшному числу принадлежат и наши земляки-мытищенцы. Для увековечения памяти о наших дедах и прадедах. Для преемственности действительных страниц нашей истории сегодня в городском округе. Мытище работают поисковые отряды «Исток», «Память и приверение», «Военно-патриотический клуб «Граница», «Гражданско-патриотический клуб и «Штандарт», «Вежливые люди», «Досаав». Во многих общеобразовательных школах городского округа Мытищи работают музеи и музейные комнаты, хранящие память о героях-выпускниках. Огромную роль в сохранении памяти о героических подвигах на Ищенский историко-художественный музей. Сегодня мы все вместе создали уникальную выставку, главным смыслом которой являются слова «Никто не забыт, ничто не забыто». Для торжественного открытия, мероприятия, посвященного 75-й годовщине контрнаступления советских войск под Москвой, мы приглашаем начальника управления по работе с молодежью городского округа Мытищи Александра Александровича Лауэра. Добрый вечер, все участники, все участники данного мероприятия, торжественные мероприятия. В первую очередь хотел бы поздравить ветеранов с великой датой для всех, на данный момент для граждан России, на тот момент для граждан Советского Союза. Также хотелось бы в великой датой поздравить всех присутствующих ветеранов. Ветеранов хотел бы выразить огромную благодарность, поскольку данное контрнаступление, которое произошло в декабре 1941 года, оно создало в людях Советского Союза, а также дало уверенность советским войскам о том, что все-таки фашистских захватчиков возможно победить. И это в дальнейшем дало уверенность в победе. И благодаря этому наступлению, впоследствии, в том числе, советские войска держали победу. Я всех поздравляю с этой торжественной датой. И хотел бы сказать, что выставка сегодня, сегодня приуроченная к этому великому дну, она считается открытой. Дорогие наши ветераны, Ваша сила духа, мужество, Ваша уверенность в победе являются ярким примером для подражания. Преемственность многовековой традиции защищать родную землю – одно из самых главных качеств русского человека. Мы приглашаем ветерана вооруженных сил, подполковника в отставке, Дудицкого Евгения Викторовича. Уважаемые товарищи, мы с вами находимся в такой стране, которая называется Россией и называлась Русью Великой. Надо сказать, что на протяжении многих веков на Россию, на Русь стремились напасть другие народы. Вспомните, Ледовое побоище, Куликовская битва, нашествие Наполеона и везде, во всех местах Россия побеждала. Но самым большим испытанием для нашего народа явилась Великая Отечественная война. Развязанная 22 июня 1941 года на война, были гитлерские войска, полностью отмобилизованные, покорившие всю Европу, напали на Советский Союз. Уже 28 июня пал город Минск. 12 июля пал город Смоленск. И вот 6 сентября Гитлер подписывает директиву номер 35 о взятии Москвы или походе на Москву. Операция называлась Тайфун. Обратите внимание, 6 сентября, 24 сентября этого же года в Смоленске состоялось совещание вермахта, на котором уточнялись задачи по быстрейшему овладению Москвой. 30 сентября ударная группа, танковая группа напала на Брянский фронт. Вот это уже начало наступления гитлерцев на Москву. Начало обороны Москвы. Тяжело было нам. Тяжело. Весь народ, как уже сказали, встал на защиту нашего отечества. Враг приближался к Москве. 20 октября было подписано постановление Государственного комитета обороны об эвакуации Москвы. Днями, пятью днями позже подписано опять постановление Государственного комитета обороны о взведении военного положения в Москве и прилегающих городах. Но наш народ, советский народ, встал на защиту отечества. Появились люди, которые, не жалея своей жизни, отдавали ее за то, чтобы отстоять свободу, независимость нашей Родины. Появились массовые героизм людей. Вы, вспомните, 16 ноября, 28 героев, он филосов. 29 ноября, это 41 год. Подвиг Зоин Космодемьянской. В это же время совершается первый ночной таран летчиком Таларихиным. Все говорит о том, что эта война была народная. Не оставали мытищницы от этого. 45 тысяч человек мытищенцев было мобилизовано в Рабоче-Крестянской Красной Армии в то время. Из них 20 человек погибло, 10 тысяч человек пропало без вести. В обороне Москвы участвовало 8 тысяч мытищенцев. У живых сейчас осталось их около 20 человек. Вот такие большие, огромные потери прошли. Мы выстрелили. Сегодня можно сказать, что 5 ноября мы перешли в контрнаступление. Развивалось оно успешно. И надо сказать, что в это же время, но плавно перешло в наступление. Наступление продолжалось долго. До апреля 42 года. За это время, несмотря на то, что фронт был растянут на 1100 километров по ширине и по глубине на 250-300 километров, Мы выстояли и прошли успешно, освободив свыше 11 тысяч населенных пунктов, освободив Московскую, Тульскую полностью области, ну и частично Смоленскую, Рязанскую, Орловскую и другие области. Мы проявили, или наши, будем говорить, деды, отцы, проявили массовый героизм. Свыше миллиона человек было нарождено медалью за оборону Москвы. Свыше 100 человек получили или были удостоены звания Героя Советского Союза. Это только за оборону Москвы. Но я хочу еще одно сказать. Мы с тем, то что было, вот 3 декабря мы будем отмечать день воинской доблести. Это день, когда в 67 году был открыт памятник у Кремлевской стены неизвестному солдату. 9 января, то есть декабря, будем отмечать день Героев Советского Союза. Переемственность идет. И я думаю, чтобы враг не думал и никогда не пытался напасть на великую Россию, нам и мы держим порох сухим и будем его держать. Спасибо. Внимание, дорогие друзья, в память павшим объявляется минута молчания. Павшим объявляется минута молчания. Павшим объявляется минута молчания. Павшим объявляется минута молчания. И вчерашнее молодое поколение уже передает эстафету сохранения мира нынешней молодежи. Задача не из легких, но ее непременно нужно выполнить. Выполнить во имя тех, кто ценой собственной жизни 75 лет назад защитил столицу нашей Родины, Москву. Защитил Россию. Слово представителям нашей молодежи. Мелькову Александру, молодежный парламент. Николаеву Николаю, поисковый отряд «Исток». Вашевой Анастасии, молодежная редакция в теме. Дорогие ветераны, представители молодежи, школы, вузов, а также жители города. Поздравляю вас с этой знаменательной датой. Началом контрнаступления советских войск под Москвой. На порях в Подмосковье было впервые нанесено крупное поражение немцам с начала Второй мировой войны. До этого были успешные операции, но такое, чтобы крупное, чтобы остановить группу армий вермахта, остановить на огромном протяжении фронта и отбросить назад. Это впервые было сделано советским народом и непосредственно вами, дорогие ветераны. Людей, которые защищали нашу Родину и Великой Отечественной войне, с каждым годом становится все меньше. С ними уходят воспоминания о тех страшных событиях. Поэтому особенно важно становится, чтобы молодежь помнила, хранила и передавала память будущим поколениям. Я прекрасно помню, как ко мне в школу, к нам в школу приходили ветераны, проводили беседы, разговаривали с нами, смотрели наши праздничные выступления. Я сам участвовал в исторической постановке в школе. И вот благодаря таким мероприятиям в школах, в дворце культуры, в вузах, на местах исторических событий, мы помним, мы извлекаем уроки и мы гордимся нашей Родиной. Низкий вам поклон и огромное спасибо. Самое меньшее и самое большее одновременно, что мы можем сделать, это сказать спасибо нашим ветеранам, дорогим, и тем, кого сегодня нет с нами, и особенно тем, кто сегодня смог прийти, потому что вы наша живая история. А как известно, что история самый мудрый учитель, который дает нам уроки и мудрости, и жизни, и просто в истории все. Сегодня, наверное, будет повод поговорить, порассуждать об истории в художественной форме. Мы подготовили фильм, над которым работали очень долго, по работе поисковиков, и это позволило нам изнутри посмотреть на эту историю, почувствовать ее даже. И я могу сказать, что это, скорее, страшно. Но, тем не менее, мы сегодня предоставим всем такой шанс подумать, порассуждать, сделать какой-то урок. Спасибо вам, дорогие ветераны, спасибо всем, кто сегодня на этом мероприятии, это очень важно. Здравствуйте, дорогие ветераны, спасибо вам огромное, что вы освободили нашу страну. Мы всем поисковым движениям и поисковыми объединениями, отрядами делаем так, чтобы не забыть о вас. Мы храним о вас память, мы проводим всякие выставки, уроки мужества в школах, чтобы только помнили о вас. Приближается, ну, приблизился уже праздник, 75 лет. Я вас поздравляю, мы вас никогда не забудем, мы будем работать, мы вернем каждого солдата домой. Видите, война не закончена, пока не похороним последних солдат. Здоровья вам, энергии вам побольше, чтобы вы жили еще лет 200. Всего доброго, спасибо вам. Уважаемые ветераны, уважаемые участники выставки и гости, мы приглашаем вас пройти в большой зал для продолжения нашего мероприятия. За нами сила предков, а мы светлая рать, Под нами матушка земля, над нами благодать. За нами сила предков, а мы светлая рать, Под нами матушка земля, над нами благодать. Над нами благодать Над нами благодать